так на что у нас дубль 2 надеюсь только дубль 2 и мы на этом остановимся я долго-долго подключалась потому что пробовала переехать на другое место так то к нам подключаются кто к нам подключается ждем девочек так пробуем вторую попытку сразу девочки не пишите про качество меня видно меня слышно так и кто-нибудь напишите пожалуйста снова тему дизайны добрый вечер дизайны с м-пастой декорациями и лаком лаковым покрытием добрый вечер еще раз дубль 2 пробуем перезайти все отлично все супер все тогда не будем долго ждать и переворачиваемся переворачиваемся пробуем начать пока отлично пока хорошо так ну это это уже радует на самом деле на данном даже этапе это уже радует так отключаю фильтр сразу все отлично ну это просто супер новость так ну что как я уже начала рассказывать в нашей компании также существует так вот я вижу спасибо прикрепили мы прикрепили мы комментарий и тему нашего эфира в нашей компании очень достаточно большая коллекция лаков кто не сталкивался с ней советую посмотреть рассмотреть потому что лаков очень много и лаки действительно качественные лайки хорошие и отзывов на них очень много достаточно таких хороших положительных у меня в студию я тоже приобретаю постоянно лайки потому что особенно сейчас в осенне зимний период в педикюре лак это основной все-таки материал есть те кто делают покрытие гель лаком но лаки это основной материал не все мастера знают что лайки можно совмещать с декорациями носибельность декорации конечно будет ровно столько сколько держится само покрытие то есть лак то есть конечно гораздо меньше чем гель лакова или гелевое покрытие но тем не менее все равно никто нам не запретит сделать дизайн и лаком в том числе две последние коллекции это around the world и у нас shine and glow вот такая вот новогодняя коллекция оттеночки меня под разобрали да у меня клиенты есть такие которые приходят и забирают с собой если они успела приобрести им лак то забирают с собой один из наших вот такой у меня тоже в студии и отказать конечно им не могу поэтому еще не докупила но это под рукой у меня были из прошлых коллекций цвета так как мы с вами работаем в системе лака мы делаем покрытие базовое покрытие рекомендую но это по желанию как базовое покрытие у вас может выступать нейчерал форс это сила природы это лечебное лаковое покрытие она отлично подходит как база она может использоваться как самостоятельное покрытие может использоваться как база в нем огромный есть плюс она достаточно хорошо и быстро сохнет плюс естественно укрепляет ноготочки питает их вот и восстанавливает можно использовать отдельно именно лаковое есть покрытие именно база лаковая есть также топ лаковый топ то есть то же самое если по какой-то причине у вас нет его можно воспользоваться на и чирал форс но она ложится нейчерал форс форс ложится очень тонко и скажем таки снивелировать если у вас что-то прям нужно снивелировать те же наклейки что-то еще она может не позволить топ конечно он ложится немножечко плотнее и даст уже возможность снивелировать какие-то дефекты покрытие покрытие лаком производится в принципе стандартно сейчас большинство мастеров покрывают кистью из флакона если раньше у нас покрытие было строго кто помнит кто из стареньких мастеров покрытие было прям строго отдельной кистью я помню что и нас так учили отдельную кисть мы заводили она стояла во флаконе замотана изолирована и мы ей покрывали сейчас большинство мастеров работает все-таки кистью из флакона добрый вечер как мы можем совмещать с вами лаковое покрытие с декорациями да достаточно легко давайте достану несколько последних декораций это у нас вот есть красивые цветы очень интересный вариант есть они осенние вот смотрите золото есть черный вариант дальше у нас с вами есть всевозможная геометрия всевозможные слова то есть в принципе мы использовать можем что угодно при желании мы конечно даже слайдер можем прикрепить посмотрите вот из последних есть вот такие у нас декорации шарми кончики прикольные много все доставать не буду до достала то что у меня под рукой прям вот только-только есть кстати очень классные из последних брендовые декорации тоже очень круто будут смотреться на ноготочках очень классно из полюбившихся из полюбившихся есть штрих-коды вот такое вот все тоже все это можно использовать этим всем можно работать единственное слайдеры конечно сложнее будет с ними но но в принципе при желании при желании можно и слайдерами воспользоваться единственное хорошо их потом закрыть хорошо промах запечатать и также можно сверху делать прорисовку делать прорисовку м постами можно конечно можно единственное м посту нужно будет перед тем как удалить остатки лакового покрытия м посту нужно будет спилить пилкой либо фрезой потому что м пост а она не растворяется ацетоном не растворяется жидкостью для снятия лака поэтому ее нужно будет удалить отдельно но тем не менее это же интересно когда можно воспользоваться декорациями и на лаковое покрытие так вопросы пошли я пропустила что-то 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 так добрый вечер очень тонкие ногти и много работают как быть хорошо укреплять можно брать более жесткие базы хард базу файбер базу пробовать если вы говорите о гель-лаковом покрытие можно пробовать гелевые материалы здесь нужно именно экспериментировать можно делать укрепление под гель-лаковое покрытие свободный край укреплять акригелем тоже достаточно хорошо работает где-то от половины ноготочка укрепляете акригелем аккуратненько если это речь о покрытии именно таком долговечном файбер база до добрый вечер девочки всем здравствуйте как крепить слайдер слайдер смотрите слайдер крепить достаточно несложно можно нанести прозрачный 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 лак любой в принципе и на прозрачный лак уже на не досушены прикрепить сам слайдер размочены дальше сверху вы уже обрабатываете все равно обрабатываете его при помощи при помощи ультрабонда чтобы сам слайдер хорошо размок хорошо его растворить и уже сверху также пробуйте топом перекрыть это все держаться еще раз говорю не будет долго держаться как не крутите девочки это лак но допустим на мероприятие если клиент уйти то в любом случае несколько дней он проходит я своей дочке делаю дизайн и как раз таки на ноготочках шармиконами слайдеры конечно с ней сложно будет попробую конечно на как-нибудь ближайшее время записать такой мини мастер-класс как и делаю ноготочки но девочки не обещаю потому что очень много просто работы ничего не успеваю но у меня уже была мысль попробовать записать мини мастер-класс как мы с ней работаем с детскими ручками лаком и декорациями в принципе все достаточно банально слайдер топ это на гель-лак на лак слайдер топ смотрите если вы на лаковое покрытие нанесете слайдер топ то в любом случае покрытие нужно будет спиливать в любом случае если вы нанесете все это на прозрачный лак то его можно будет снять жидкостью для снятия лака если вы нанесете слайдер топ с полимеризуете это все то здесь снятия только уже спиливанием так поехали давайте что-нибудь интересненько придумаем ну возьмем возьмем обычный бежевый лак давайте смиксуем что-нибудь намиксуем интересное конечно сохнуть это будет все дольше немножко чем мы привыкли но тем не менее интересно все равно это все поэкспериментировать и потворить наносим лак на клиентах на небольшую длину на натуральной ноготочки лак рекомендуется наносить все таки в три этапа это по краям и центр если сейчас на типсах у меня площадь достаточно большая движение мне понадобилось больше но все движения должны быть максимально все таки быстрыми потому что лак достаточно быстро высыхает подсыхает не высыхает а подсыхает если вы будете по одному тому же месту несколько раз пытаться солить скажем так то вы не получите них никакого хорошего результата смотрите лаки достаточно жиденькие лаки хорошие и по качеству и по нанесению лайки неплохие со светлыми оттенками конечно работать немножко сложнее в плане того что здесь точно нужно будет 23 слоя темные оттенки они конечно классные наносятся достаточно легко лаку необходимо время подсохнуть если есть сушки для для лаков конечно здесь будет плюс огромная но это все на финишной прямой ну золото у меня забрали поэтому поработаю серебром мне хочется добавить каких-нибудь экзотических моментов я взяла прям кисть лаковую и делаю какие-нибудь мазки вот такие хаотично данный типсик у нас пока будет просыхать я начну дизайн делать на другом типсики чтобы не ждать пока у нас все высохнет а работать параллельно параллельно дальше 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 давайте давайте мы с вами поработаем двумя оттеночками почти зачем крепить типсы так пойдет про сушки подробнее когда вы нанесли все этапы лака но во первых первый слой лака у вас всегда просыхает достаточно быстро потому что не внизу нет ни одного слоя и наносите вы все по одному пальчику пока вы прошли все пальчики первый слой как правило уже зафиксирован ну понятно что ему нужно дать еще немножечко времени на просушку но тем не менее он сохнет достаточно быстро каждый последующий слой если вы не будете давать просушить просушиться хорошо предыдущему то есть шанс того что вы просто свезете покрытие поэтому с этим аккуратнее давайте все таки несколько минут просушиться каждому слою дальше когда вы все сделали нанесли уже топовое покрытие есть сушки они бывают разные есть сушки спреи есть сушки в виде лакового покрытия у меня здесь есть но это нам оставил клиент это даже не наша сушка я покажу клиент приобрел эту сушку в качестве прозрачного лака но не дочитал что это не прозрачный лак смотрите есть вот такие сушки в виде покрытия то есть вы наносите на финиш на слегка просушенное покрытие естественно легкими движениями и вот эти сушки они позволяют лаку быстрее подсохнуть это вот только буквально нам клиент принес знаю что есть они также в виде спреев то есть брызгайте сверху и быстрее подсыхает лак ну тут вот прям написано средство способствует быстрому высыханию лака продлевает стойкость маникюра защищает от выцветания и так далее и тому подобное способ применения равномерно нанести в 12 слоя на декоративный лак ну понятно да то есть как бы вы нанесли и она способствует быстрому просыханию всех слоев предыдущих вот вот дальше давайте попробуем с вами поработать поработать еще с лаком можно наносить лаковое покрытие но наверное на светло розовом будет не так заметно не до конца ну у нас это очень прикольно применяется и в гель лаковых покрытиях и в красках и везде здесь только старайтесь много не делать движение и можно капнуть небольшое количество на палитру и до выровнять это все кистью кисть лучше завести все-таки отдельную для дизайна флагами потому что если вы попытаетесь рабочие хорошие кистью это все делать лак у вас не дай бог подсохнет кисть придется промывать в жидкости для снятия лака и естественно кисть испортится поэтому лучше заведите отдельную кисть если есть возможность то лучше с натуральным ворсом натуральный ворс не боится никаких жидкостей все это то же самое сохнет немножко но это все нужно делать очень быстро на ручках это конечно будет круто у меня была сушка как масло вообще крутая штука вот видите то есть варианты сушек бывают разные не забывайте пожалуйста что как только вы поработали с лаком обязательно закручивайте его дальше есть еще такая вещь есть еще такая вещь это разбавитель для лака он продается отдельно вот в таких флаконах замечательная вещь когда лак немножечко подзагустел и им сложно работать предпочитаю покупать вот такие специальные разбавители потому что обычной жидкости для снятия лака но в детстве мы все разбавляли лайки жидкостью для снятия лака но в чем огромный минус этого всего как минимум в том что жидкость обычная для снятия лака особенно что-то типа ласка и так далее как у нас это зачастую приобретается для домашнего использования она может испортить сам лак то есть особенно это казать касается полупрозрачных лаков лайки могут мутнеть экспериментировала пробовала знаю знаю что говорю дальше сюда мы можем с вами лак немножко просох 2 пока просыхает девочки можно а теме какую-то приспособить кисть но вот сейчас я работала линеаркой обычной линеаркой единственно вот прям сразу ее протирайте потому что кисть может портиться и лучше все-таки завести кисть для лаков отдельно не ту которой вы рисуете тонкие линии прорисовки в дизайнах именно с гель-лаками с гелями а именно отдельно чтобы если вдруг с ней что-то случится чтобы у вас всегда под рукой был была нормальная кисть смотрите здесь у нас серебро здесь серебро мы можем сюда с вами взять вот такой вариант шермиконов лак просох уже хорошо в принципе тем более что здесь он нанесен в один слой и мы можем поработать с вами шермиконами спокойно берем вариант очень круто это будет все смотреться на новый год конечно на небольшой ноготочек не рекомендую много декораций чтобы как минимум у вас декорации не выходили за пределы ногтевой пластины плюс большое количество декораций в любом случае конечно быстрее в любом случае скориться и будет более заметно поэтому много брать не стоит но несколько штучек очень даже почему нет взяли что-нибудь отсюда но у меня много длинный он позволит вам конечно нужно будет смотреть по конкретно уже вашему клиенту аккуратно аккуратно у меня вот все хорошо просохла вы с этим аккуратно чтобы не дай бог не свести ничего смотрите элементарно уже вроде бы вроде бы еще ничего и в то же время уже что-то дальше я наношу топ сверху всего этого можно попробовать топ нанести в два слоя смотрите каким образом то есть сначала вы покрываете только саму декорацию даете какое-то время там минутки 2 высохнуть топу и сверху уже покрываете потом полностью весь ноготок но я ждать не буду постараюсь аккуратно покрыть сразу тоже не елозим кисточкой по поверхности туда-всюда то есть быстренько пару движений покрыли и все иначе топ у вас может также разъедать и свести то что вы уже сделали так текст он идет с лаком и надеюсь нет текст он девочки я бы не рекомендовала потому что скорее всего текст он как минимум топ и база будут разъедать если вы нанесете это на голую поверхность на голу ноготочек у вас текст он очень сильно впитается в ногтевую пластину это не будет хорошо и он может он в любом случае окрасит ногтевую пластину он глубоко въестся топ если базу вернее если вы хорошо ее просушите может быть у вас и текст он ляжет неплохо но опять вы начнете сверху покрывать топом и скорее всего топ разъезд текст он так дальше дальше это у меня все сохнет я могу поработать сейчас с м постой могу кто мне запретить никто не запретит могу поработать с им постой оттенки могу взять любые и тоже несколько много конечно сюда нет смысла наносить но несколько каких-то штрихов можно добавить так я за лампой отвлеклась забыла лампу поставить потому что он просто она будет сохнуть только в лампе только в лампе поэтому лампа нам обязательно а что мы можем сделать им посты да в принципе что угодно какой-то яркий можно взять оттенок им пост это новая коллекция fall in love fall in love без разницы в общем это новая коллекция m pass смотрите какие красивые оттенки мы эту коллекцию выпускали подходящий конечно по оттенкам к осенним гель-лаком к к нашей коллекции осенний эгоизм конечно это все может использоваться отдельно это может все использоваться как угодно но тем не менее задача была все таки максимально близко потому что ну сами понимаете когда коллекция такая крупная достаточно есть смысл к ней выпустить им посты им посты снимается только аппаратом или пилкой то есть перед тем как вы будете снимать лаковое покрытие советую им посту зашлифовать и здесь я могу смотрите прям вот поиграться могу и продублировать продублировать немножечко поверхность лаковую такой сделать ненавязчивый дизайн принципе и можно тоже сделать то же самое сделать с этой стороны очень люблю вот такие вот дизайны и очень удачно здесь лег цветок то есть у меня от цветка до цветка можно конечно закончить это все править пройти наверх но можно ограничиться и вот такой красотой то есть вы сейчас придаете яркости придаете акцент такой делаете очень интересно будет смотреться то есть можно вот сюда дойти до буквы можно остановиться если хочется можно и продублировать буквы тоже очень люблю очень прикольно смотрится когда какое-то слово полностью либо частично продублирована им постой особенно если им посты достаточно яркая можно так оставить вот такой вариант можно прорисовать цветок частично то есть вы тут уже фантазируйте сами м посты просыхает просушивается в лампе сохнет она две минуты потом в дальнейшем перед тем как снять жидкостью для снятия лака сам лак обязательно зашлифовать немного м посту как немного снять ее у вас внизу слой лака есть и не один поэтому в принципе если аккуратно то ногтевую пластину вы не повредите либо взять очень мягкую фрезу и спилить это фрезой аккуратно точечно и все будет отлично это новый набор им посты да все верно новый набор им посты fall in love это вот осенняя им пост а по цветам она очень близко подходит к нашей коллекции эгоизм вот такой вариант дизайна у нас с вами получился лаками обычными лаками почему нет представляете как будет рад клиента такому дизайну опять-таки соседние ноготочки могут быть яркие вот в принципе видите если я поставлю яркий оттенок на остальные ноготочки смотрите как классно будет смотреться то есть достаточно будет интересный вариант дизайна так мы его подсушили здесь у нас подсыхал наш второй вариант но я не буду наносить все таки все таки второй слой хотя очень хочется потому что полупрозрачность имеется но тем не менее я знаю что если я нанесу второй слой мы будем еще с вами долго ждать так давайте давайте знаете что сделаем пока другой ноготочек покроем покроем тоже лаком чтобы он у нас просыхал дизайны можно делать абсолютно любые абсолютно любые смотрите не хочется вам четких линий допустим да вы взяли лак и хаотично хаотично нанесли вот такие вот сделали мазочки имеет место быть имеет я думаю что клиенты в любом случае оценят то что вы будете делать дизайн лаками потому что согласитесь эта фишка есть у единиц мастеров когда мастер может сделать какой-то дизайн лаком на лаковое покрытие я думаю что ваш клиент оценит это в любом случае как не крути и клиенты которые не могут физически позволить себе по какой-либо причине покрытие гель-лаком тем более потому что есть клиенты которые физически не могут в силу каких-то обстоятельств делать покрытие гель-лаком допустим не держится гель-лак или что-то там с ноготочками и они вынуждены вынуждены носить лаковое покрытие я думаю что они будут в восторге если вы им предоставите такую возможность смотрите у меня сейчас даже возникла еще одна идея по поводу дизайна дизайна лаками дизайна лаками сейчас подумаю какой цвет мы сюда добавим какой мы цвет сюда добавим но на самом деле вы можете делать все что вашей душе угодно абсолютно так давайте возьмем снова какой-нибудь бежевинки ну вот есть вот такой вот но я возьму все-таки бежевый оттеночек прям не хочется нанесу его нанесу его и пусть он сохнет пока мы будем работать с остальными так название чего девчонки не поняла названием посты я уже показала fall in love это осенняя коллекция так что там не тут телефончик ругается на меня так дальше смотрите здесь у меня все подсохло здесь я могу взять и вот таким образом сделать небольшую отбивку все понимают что такую отбивка такую небольшую словами аккуратно прицеливайтесь сразу потому что с лаковым покрытием сложно будет потом переклеить особенно если у вас что-то не досохло и кстати смотрите шармиконы клеятся только на поверхность без липкого слоя запомните это как очень наш если у вас не досохший лак шармикон не приклеится никогда вы просто испортите и шармикон и лак то есть само покрытие поэтому даем ему просохнуть не клеим сразу так дальше дальше здесь же мы можем воспользоваться другими какими-то вариантами декораций мы можем взять что-то вот из этого добавить очень смотрится интересно давайте добавим в принципе черный белый золото смотреться будет очень хорошо а можем добавить что-то более дерзкая более дерзкая вот допустим отсюда не имеет значения что откуда зачем почему главное главное создать свою композицию так ну вот мне хочется что-нибудь наверное ну в общем не буду ладно не буду я такая чтобы еще конечно что-нибудь добавить смотрите видите у меня лак просох хорошо и шармикон приклеился отлично он нигде не топорщится несмотря даже на то что у меня горизонтальная видите линия достаточно длинная у меня ничего нигде не топорщится но при этом лаку нужно было хорошо высохнуть дальше я перекрываю это все топом здесь я не буду сейчас перекрывать отдельно шармикон потому что я уже показала вам как это сделать нужно я покрою сразу всю поверхность топом все это делается очень быстро если вы будете долго на одном месте проходиться у вас просто-напросто покрытие свезется и нижний лак слой лака тоже будет связен к сожалению паутинку тоже можно да у меня была мысль о паутинке но мне просто за ним вставать не хочется а так паутинку тоже можно на паутинка также спиливается девочки не забудьте об этом смотрите просыхает у нас хорошо сейчас лак и можно взять другой какой-нибудь цвет импасты и тоже добавить несколько мазочков смотрите можно взять вот такую пасту она будет практически тон в тон чуть-чуть будет отличаться и добавить вот такие вот мазочки будет достаточно интересно смотреться необычно вроде бы их практически и незаметно но в то же время такой знаете как акцент небольшой есть то есть здесь уже включайте фантазию можно дизайн и на самом деле смело брать из ваших дизайнов для лак для гель-лаков конечно вы не будете творить прям то же самое что и для лак для гель-лаков для покрытия гель-лаком но тем не менее можно оттуда идеи брать это вот такая вот импаста просушиваем лаковый до лаковый топ вельвет бывает девочки сейчас у нас вышел новый матовый топ новое матовое покрытие он матовый топ он так и называется по моему мат матоп не помню как точно называется но сто процентов он вышел я завтра постараюсь не забыть я буду завтра у нас в компании время постараюсь не забыть и вам снять stories с ним как он называется если он есть наличие думаю что он есть наличие показать вам просто как он называется и что это такое а так он есть до вышел уже очень хорошо подходит для мужского маникюра когда мужчины хотят вроде бы маникюр хотят какой-то дизайн возможно хотят покрытие тем же лаком но при этом хотят матовое покрытие либо еще есть мужчины которые вот знаете любят полировку но при этом вот такой сильно яркий блеск не хочется не хочется можно покрыть матом мата матовым топом мы такой вариант дизайна у нас получился дальше здесь у нас как раз да да для лака именно для лаков здесь вот у нас что получается вот кстати очень крутые декорации очень крутые декорации смотрите какие они сами по себе уже очень крутые и здесь есть розовое золото мы можем воспользоваться вот таким вариантом они здесь есть и такие и такие вот я мне хочется прям вот этот элемент люблю его можно повыше можно прям посерединке стараюсь завтра не забыть и снять вам stories вот видите когда просох хорошо лак в принципе можно попробовать переклеить только очень аккуратно шармикон то же самое не буду покрывать сейчас лишний раз чем-то покрою сразу топом матом тоже до матом тоже мужчина на самом деле да мальчики мы вас очень любим но иногда без покрытия матом нам с вами не прожить долго во всех смыслах этого слова до покрыли покрыли и пускай чуть-чуть просыхают то есть вы видите что мы не ограничиваемся тем что у нас вот вот лак и все и не шагу справа не шагу влево нет мы можем творить и лаком я на самом деле честно скажу рисовала лаками еще бог знает когда мне в даже вот тогда было скучно скучно просто наносить лак и я рисовала рисовала всякие веточки что и только я уже даже не помню что и тогда рисовала но суть была в том что да и мне завидовали все мои подружки все меня просили нарисуем и мне что-нибудь перекрываем быстро топом тоже он пока просыхает раньше знаете рисунок дизайн какой был сейчас попробую не знаю получится или нет и его изобразить капали капали в какой-нибудь цвет не знаю получится сейчас или нет во первых давно не рисовала во вторых под рукой под рукой не все есть смотрите я думаю что многие вспомнят такой дизайн и думаю что ни одна я такое делала своей жизни и у меня была иголочка иголочки сейчас нет попробую кистью и вот таким вот образом мы делали всевозможные веточки всевозможные иероглифы в общем все что угодно хаотично как-то прорисовывали вот вам элементарным даже дизайн конечно сейчас это смотрится смешно и банально но тем не менее когда-то в свое время со всякими такими дизайнами веточками так далее я ходила одна из самых крутышек чуть ли не на районе вот для стемпинга можно что-то из-за ими я знаю что лаки для стемпинга скоро у нас будут скоро будут их тестируют я знаю что лаками обычными кто-то пробует стемпинг рисовать и я знаю что вроде бы им постами пробует стемпинг рисовать я стемпингом сильно не увлекаюсь но вот слышала такие такие моменты смотрите прикольненько в детстве прикиньте как круто было и так что я хотела сюда сделать так но я попытаюсь его вытереть конечно теперь это будет сложно где-то жидкость приносила вот есть есть у меня жидкость с собой кстати жидкость тоже у нас есть для снятия лака очень круто подходит сейчас покажу жидкость для снятия гель-лака вот такой вот ремовер гель nail polish remover он идеально подходит и для снятия лаков обычных лаков вот такая розовенькая красненькая жидкость розовенькая она снимает и гель-лаковая и лаковое покрытие для жидкость для снятия гель-лака и лака она тоже очень круто снимает лак сейчас подобные да да я кстати тоже видела не так давно что кто-то где-то там что-то выставлял с таким дизайном но это вот на мой взгляд это конечно с нашими современными технологиями это уже банальщина так смотрите вариант есть сделать дизайн который я задумала либо практически тон в тон будет очень круто смотреться либо цветом чуть темнее давайте тоже воспользуемся сделаем тон в тон очень классно будет смотреться этот дизайн тон в тон аля свитер очки напоминаю что это м паста и ее нужно спиливать будет но я думаю что она того стоит правда но это же так круто когда вы можете клиенту с лаком предложить вот такие варианты дизайнов и рисуем те же вензеля кто не умеет вензеля пробуем рисовать что-то другое так у меня по моему под зачерстела кисточка сейчас секунду краешек куда-то я влезла наверно так и рисуем вензель очки и пускай это будет буквально пару каких-то элементов но представляете как классно это будет смотреться так я в кадре я сильно не буду выводить чтобы не тратить на это время но тем не менее смотрите как можно всевозможными подручными материалами сделать и на лаковом покрытие классный дизайн ну в общем вы поняли да чем речь смотрите подсушили и у вас клиент в диком диком восторге круто же представляете да клиент который не может себе позволить что-то сделать лаком какой-то дизайн вдруг понимает что вы можете сделать ему этот дизайн ну здесь я не буду добавлять какие-то элементы да но тоже можно сделать какую-то прорисовку интересную по контуру каким-то каким-то цветным тоже вариантом импасты черную импасту можно черной импастой сделать прорисовку прям по контуру то же самое сделали какой-то вариант сделали какой-то вариант прорисовали контур поэтому на самом деле бояться не нужно ничего девочки есть выход в любой ситуации для любого клиента можно всегда если есть желание быть в топе можно всегда найти возможность удивить наших клиентов можно что угодно прорисовать импастой что угодно тоже что вы рисуете и в гель лаковых дизайнах можно все это прорисовать импастой и в лаковых дизайнах смотрите можно можно почему нет все возможно главное иметь желание и то же самое декорации мы можем использовать абсолютно любые пытаюсь поставить вам поближе показать дизайны можно использовать любые декорации да конечно носибельность будет не такая как мы привыкли но тем не менее даже вот такой вариант на ненадолго тоже вызовет море эмоций у клиента а наша же с вами задача какая подарить клиенту положительные эмоции но согласитесь это же так и есть и когда клиент счастлив счастливы и мы так если после геля то уже все а если гель лак то можно попробовать ультрабонд так еще раз что делать если кисть стала от геля жесткая промывая в базе вытира все равно смотрите скорее всего кисть ваша сполимеризовалась она каким-то образом попало либо под ультрафиолет даже подсолнечные обычные лучи если она попадет уже как бы плохо либо еще лучше под лампу в этом случае да к сожалению может быть и такое и если прям сильно то возможно уже и ничего сделать нельзя если не сильно как правило можно попробовать вот растворить в жидкости в жидкости но очень очень аккуратно то есть тот же ультрабоя обезжириватель можно попробовать но очень аккуратно и недолго чтобы кисть не распушилась если не помогает если не помогает то он может быть уже никак с кистями очень аккуратно клякс не хватает да можно и клякс наш любимую поставить просто с кляксами смотрите аккуратнее если вы будете ставить жесткой щеточкой очень очень прям на весу ставьте их потому что щеточкой есть возможность повредить поверхность лака поэтому аккуратненько прям так если вопросов нет мы будем закругляться с вами эфир постараюсь сейчас сохранить сейчас сделала какую-нибудь обложку постараюсь эфир сохранить смотрите поэтому дерзайте пробуйте лаков в палитре эми очень очень много выходит постоянно новые коллекции шикарные кто не видел еще новогоднюю коллекцию девчонки советую прям присмотреться смотрите какие красивые оттенки какой красный красивый есть золотой черный красный вообще сногсшибательный золотой крупный золотой мелкие на самом деле лаков сейчас вышло очень много на ровне наверное меньше конечно выходит но тем не менее вот последние две коллекции как ни крути там больше ста оттенков по моему уже в нашей коллекции лака вот смотрите 144 144 до какие-то конечно цвета сезонные и исчезли но тем не менее уже видите коллекция прям большая окончательно лак просыхает принципе за 10 минут если слоев у вас немного то все достаточно быстро просохнет каждый слой советую все-таки тоже подсушивать чтобы топом потом топ быстрее высохнет и топом не свести предыдущие слои я думаю что это слово сушки 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 у нас по-моему еще нет по-моему сушка пока еще не выпущена сушки есть других каких-то фирмах не могу сказать каких даже не спрашивайте потому что не вникала вообще есть сушки я надеюсь что ближайшее время и в нашей компании появится сушка для лака вот но все девочки мальчики я тогда буду с вами прощаться до встречи в эфире следующий раз я думаю что он будет уже достаточно скоро завтра на эми офиши мы с вами встречаемся на эми офиши тоже буду проводить эфир и у нас завтра будут с вами будет продолжение темы новогодних дизайнов с декорациями с новогодними новыми декорациями поэтому жду всех завтра в 10 00 все всем пока я передам вашу просьбу по поводу сушки я думаю что скоро появится всем пока всем хорошего остатка вечера до следующих встреч